Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Здравствуйте, мне 18 лет, 9 июня 2000 год, а для чего ваш возраст, точнее дата рождения, зачем? Дело в том, что в мои 18 лет мне не складывается личная жизнь, для чего вам личная жизнь в 18 лет? Зачем? Коллега мой задавал вам этот вопрос, для чего вам устраивать личную жизнь? Мне очень хорошо для себя это понять, потому что в 18 лет вам нужно ориентироваться на себя, на свое развитие, на свое становление, на свою реализацию, на вот такие вещи. И на самом деле в процессе занятия деятельностью у вас и получится обязательно встретить своего человека, который разделит ваши взгляды, ваши ценности, ваши идеи и так далее. А если вы ставите себе цель построить личную жизнь, то вы ее личную жизнь реализируете. То есть она принимает у вас вид образа, и вы к этому образу стремитесь, стремясь к образу определенному, а вы отпрягаете то, что есть в реальном мире. Отсюда не получается. Вернее, в ней нет женского счастья. Что, Анастасия, вы понимаете, под женским счастьем? О каком женском счастье идет речь в 18 лет? Ну, то есть, если вам сейчас нужно активно учиться, реализовывать, строить карьеру, развивать себя и так далее, о каком женском счастье сейчас идет речь, Анастасия? Как у моей мамы. У вашей мамы отсутствие женского счастья связано с поведением, раз, и с женской моделью поведения, два. То есть в глобальном смысле поведения, раз, женское поведение, а в частности, два. Вы что-то у своей мамы переняли. Вот. Ну, соответственно, это, конечно, оказывает влияние. Например, если ваша мама одинока, то вы не видели, вы не видели в ней женщину, вы не видели, как она вела себя именно в образе женщины, не матери, да, а женщины. И, соответственно, первичная модель женского поведения у вас не реализована. Вот. То есть вы себя сами, женщины, не чувствуете. Понимаете, женское счастье, вот это вот чувство женского счастья, оно как-то неправдоксально заложено в вас. И мужчина, он не может стать его источником. То есть он может дополнить женское счастье, да, дополнить может. Но источником стать, нет, источником стать он не может. Дальше, так, прошу вас помочь мне в этом деле. В каком деле? В каком деле? В каком деле? И вы кажете, что в этом мире не найти мне счастья и любви, как бы это смешно ни звучало, мои восемнадцать лет. Вот смотрите, вы пишите мне, в этом мире мне не найти счастья и любви. Счастья в любви. Мои восемнадцать лет. Как много у вас было отношений, что вы сделали такой вывод? Это первое. Как и у вас отношения с мамой, что вы боитесь, что вы повторяете ее сценарий? По какой причине вы считаете, что счастье в любви? Совершенно очевидно, что вы стремитесь к этой любви, вам не хватает этой любви, значит вы не любите себя. Если вы не любите себя, то отношения здоровые построить вы не сможете. Сад, увесу, но повторите судьбу своей мамы, так или иначе. Поэтому давайте для начала разберемся в себе, анастасия, разберемся в вас, разберемся в том, что вы чувствуете, как вы себя воспринимаете, воспринимаете, как у вас отношения с мамой, как у вас складываются отношения с отцом, вот, и так далее. Кстати, отец это тоже та фигура, которая определяет вас, как женщину. Если у вас проблемы с взаимодействием с отцом, то это мешает вам выздороветь отношения с мужчинами, потому что первый мужчина в жизни девочки – это отец. И вполне вероятно, что именно со взаимоотношений с папой нужно начать. Также я бы хотел прояснить, какой, как именно вы видите помощь вам на данный момент. То есть вот вы задаете вопрос, вот ваш вопрос, анастасия, да. Как вы видите помощь? То есть вы рассчитываете на что? Прочитать текст и увидеть какие-то советы? Или как? Надеюсь, вы понимаете, что без анализа вашей жизни, без информации о вас, без анализа детско-родительских отношений ничего не получится. И совершенно очевидно, что вам нужно корректировать свои установки, вам нужно корректировать свое восприятие себя. Совершенно очевидно, что вам нужно корректировать свой жизненный смысл, потому что сейчас он ориентирован на личную жизнь, то есть на других людей, а не на себя, что делает вас уязвимой для зависимых отношений. И все это можно сделать в рамках, как бы, консультации, все это можно сделать в рамках терапии, но не в рамках ответа на текстовый вопрос. То есть текстовый вопрос это первый шаг. Дальше вы выбираете эксперта и начинаете с ним работать. Только так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его улучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.